Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! После небольшой вынужденной паузы я возвращаюсь на канал и буду стараться радовать вас полезными и интересными роликами. Пару месяцев тому назад я снимала первую часть, в которой я показывала и рассказывала о своих самых лучших покупках за всю жизнь, которые делают ее чуточку проще, в каком-то плане приятнее, облегчают мой быт и что-то, что даже немножечко изменило меня лично. Не буду затягивать, вы тепло приняли первое видео на эту тему, так что поехали! То, что я никогда не изменила бы в своем доме, если мне придется делать еще один ремонт в своей жизни, я абсолютно точно снова буду делать белую индукционную плиту. Вы часто интересуетесь, насколько сложно содержать ее в чистоте, сравнивая с черной, которая была в предыдущей квартире, в которой мы жили, я могу абсолютно точно сказать, что белая плита это гораздо практичнее, удобнее и ничего сверхъестественного я не использую для того, чтобы ее помыть. После того, как я что-то жарила, варила, я готовлю много, потому что у меня двое детей, и я вообще не заморачиваюсь по этому поводу. Чтобы не пролилось, не подгорело, даже если это борщ, что-то цветное, что-то, что попало случайно и как-то там, знаете, припеклось, я беру обычное средство для мытья окон, обычную тряпку, и все на ура очищается. Я не могу сравнивать газовую плиту и индукционную, я как-то к ней привыкла, но действительно с ней нужно быть более осторожным, потому что если на нее что-то уронить, именно тяжелое, то она может разбиться. У меня такое произошло, я купила новую индукционную плиту и, конечно же, исключительно белую. Это очень удобно, даже в том плане, если ты не готовишь, то никакие пылинки на ней не видны, соринки, и я считаю, что вот кухня в таких цветах, как у нас, она гораздо более практична, чем темная, чем что-то даже глянцевое такое, я ничего специального не покупаю для содержания ее в таком состоянии, для поддержания чистоты. Так что, если вы стоите перед выбором белая или черная индукционная плита, то я со своей стороны могу посоветовать однозначно белую. Далее, мы с вами остаемся в кухне, я обожаю всевозможные гаджеты и у меня их достаточно много, но то, чем мы пользуемся максимально часто, это тостер. У меня тостер от бренда Tefal и самое классное в нем то, что он многофункциональный, потому что в нем есть сменные панели и по факту я могу делать там все, что угодно и даже использовать его в качестве гриля. Это помогает разнообразить завтраки, ужины, на обед мы все-таки едим что-то другое, но именно вот эта модель, которая у меня, она называется Snack Collection, и там есть насадки даже для выпечки мини-маффинов, для панкейков, для тостов, так как я сказала, для вафель. Возможностей у этого прибора достаточно много и при этом всем для разных целей вам не нужно покупать отдельное приспособление, вы только по необходимости, по желанию докупаете насадки. Так что таким образом вы еще экономите место. Не знаю, как у вас, но у меня глажка занимает приличное количество моего времени, и раньше я пользовалась утюгами с функцией отпаривания, то где-то что-то сожжешь, то этот утюг перестает работать, его нужно постоянно чистить, и это нормально. Потом я открыла для себя отпариватели. И я скажу вам честно, что я не сразу с ними подружилась, я, наверное, ожидала больше, потому что, когда ты приходишь в салон с техникой, тебе показывают, как все просто, ты смотришь видео, но при ежедневном буквально использовании, при таком регулярном разглаживании плотных вещей, хлопковых, мальчики носят в школу пола, белые, из плотного катона, это часть их школьной формы, и вот чтобы отгладить такие вещи, ну я хочу вам сказать, тут без отпаривательной системы все гораздо сложнее, а я за простые решения. И со временем я все же оценила эту базу по достоинству, пусть у меня не получается вытворять все то же самое, что и в салоне, то есть я не могу отгладить рубашку, например, так как показывает специалист, консультант бренда Тефаль, но тем не менее у меня ни разу не было такой ситуации, чтобы я испортила какую-то вещь, чтобы я где-то что-то прижгла, чтобы я чего-то не смогла отпарить. И вот эта система, она в принципе удобна в быту, потому что ее можно перенести с места на место, также можно отпарить какие-то большие предметы, шторы, пальто, что угодно. И еще один несомненный плюс состоит в том, что она не нуждается в специальной чистке, достаточно все сполоснуть, промыть, и она снова готова к работе. Также мне нравится то, что она не занимает много места, мне не нужно постоянно ее куда-то прятать, и также я могу что-то отпарить, разгладить, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, и даже что-то между. Еще один отпариватель, который я купила на Алиэкспресс, он еще меньше, его в принципе можно брать с собой в какие-то поездки, если ваш багаж это позволяет. Я знаю, что у Филипс тоже есть неплохой отпариватель, еще меньше, но я как-то решила приобрести этот, и он стоит внизу, когда я, например, там выбегаю и замечаю, что у моего пальто, мой тренч примялся или какой-то шарф выглядит не очень хорошо, и я включаю этот отпариватель, прохожусь, за 3 секунды все готово, все разглажено. Он недорогой, но во всяком случае тогда, когда я его покупала, курс доллара был еще нормальным, и он не обошелся мне как-то супер дорого. В нем есть несколько мощностей, он быстро нагревается, и он также может использоваться какими-то деликатными вещами, типа шелк, шерсть и так далее. В принципе, если вам это нужно, то вы можете его применять и при разглаживании штор, и чего угодно. Здесь есть такой резервуар, куда вы сами заливаете воду, и он выдает прям мощный напор пара, который буквально на лету все разглаживает. Так что, если вы его видели на Алиэкспресс и думали, стоит или не стоит, мне оно очень нравится. Я вам не совру, если я скажу, что я попробовала просто какое-то безумное количество пятновыводителей. И что касается цветных вещей, то ваниш более-менее справляется. Мне больше нравится в жидкой форме, а вот с белыми та еще задача. Если это свежие пятна, не какие-то застойные, и вообще для поддержания именно белого цвета вещей, мне сейчас нравится использовать вот такой порошок от The Pink Stuff. Я купила пасту, я была в восторге, и поэтому, будучи в каком-то магазине, я увидела, что есть еще и такое. По-моему, купила в Action или в Deals. Я точно не помню, у нас есть такие сети магазинов в Польше, но я уверена, что они есть и в других странах Европы. И онлайн вы тоже без проблем найдете этот бренд. У них там много всего, но у меня были только вот эти две вещи. На Амазоне, на Ebay, онлайн это вообще не вопрос. Огромная упаковка, надолго хватает, больше одного килограмма. Возможно, есть и меньше, но я вообще в белую стирку добавляю немного этого порошка, для того, чтобы вещи не так быстро изнашивались и становились желтыми. Я решила попробовать решить проблему с застойными пятнами. Единственное, что меня спасло, это старый добрый ас для белых вещей. Он, конечно, пахнет неприятно, пахнет белизной, чтобы не выражаться, но я никогда не замачиваю вещи в нем, а только на пару минут добавляю на какие-то пятна и быстро в стирку ставлю на какой-то долгий режим, для того, чтобы вот этот запах ушел. Белизна еще более термоядерная, но пока что это то, что действительно как-то работает и спасает от покупки новых вещей. Следующее, что вас интересует всегда, когда я жарю блины, что за сковородки. Мои сковородки из Икеи, из более дорогой линейки. Они тяжелые, здесь потолще дно, но мне кажется, что я как-то больше контролирую сам процесс жарки блинов и, в принципе, чего угодно. Они еще с тефлоновым покрытием, они подходят для индукции. И фишка, которую я хочу вам продать, это две сковородки для жарки блинов. Я также использую для панкейков. Это настолько ускоряет процесс приготовления завтрака, обеда или ужина. Вы себе не представляете. Я каждый раз сама себя хвалю, что я купила сразу две, буквально за 15 минут. У меня готов завтрак для всей семьи. И вот когда я их покупала, наверное, больше года тому назад, я не вижу, чтобы они как-то, знаете, испортились. Я использую специальную лопатку, о которой я сейчас расскажу. И это просто шик. Дети обожают блины и панкейки, поэтому мама на раз-два сделает им все за 15 минут. И если у вас до сих пор нет лопатки для блинов, то исправляйте эту ситуацию, потому что перевернуть блины или творожные блины, я недавно вам показывала, типа как оладьи, гораздо быстрее, проще. И я даже, наверное, докуплю себе вторую, потому что если это тяжелый какой-то блин такой, посмотрите видео с быстрыми завтраками, вы поймете, о чем я говорю. Я рада, что вам и детям пришлись по вкусу мои любимые рецепты. Так что заглядывайте, я постараюсь оставить вам ссылку внизу в инфобоксе. И также напишу все точные названия того, о чем я здесь рассказываю, и по возможности оставлю ссылки. Так вот, для каких-то тяжелых блинов, для чего-то более массивного, удобнее, конечно, две вот такие лопатки, и тогда все можно спокойно перевернуть, ничего не порвется, не разъедется, и также она подходит для тефлоновых покрытий, то есть она ничего не царапает, и это такая мелочь, которая делает жизнь чуточку проще. Если у вас есть домашние питомцы, то вы понимаете мою боль, связанную с линькой. Я попробовала несколько щеток, которые не очень нравились нашим собакам, и потом как-то зрители начали мне советовать фурминатор, и когда я показывала, как вычесываю собаку, кстати, с первой нашей собакой все было гораздо проще, это такая строптивая дама на шее у Кася, поэтому ее нужно как-то завлекать, я думаю, что я буду все же обращаться еще и к грумерам, но после того, как покупаешь ее периодически, тоже видишь, что ее нужно как-то срочно немного вычесать, иначе шерсть везде, и это то, с чем невозможно бороться, но я это приняла, и в таких ситуациях использую фурминатор. У нас большой размер, они бывают для котов, для собак, вы выбираете такой, который подходит в вашей породе, в вашей собаке, там, кошке по величине и так далее. Некоторые писали, что это не самый лучший прибор для шерсти, но в каких-то экстренных ситуациях, и по сравнению с другими, это то, что помогает вычесать не только шерсть, но и плотный подшерсток, и я подшерсток иногда неправильно могу ставить ударение, простите мне, это я очень долго живу в Польше, и некоторые слова просто-напросто забываю, особенно те, которые не использую слишком часто. Вот этот фурминатор быстро справляется с задачей, я не заметила, чтобы шерсть как-то хуже выглядела, и это никак не влияет на внешний вид собаки, и не стоит переусердствовать. За несколько минут, несколько десятков минут, я могу прилично вычесать собаку, и вот с первой нашей собакой мы спокойно пережили пару сезонов линьки, и фурминатор был мне в помощь. В крайнем видео про Алиэкспресс я показывала вам мини-пылесос, но тогда я еще не знала о всех его возможностях, я сделала генеральную уборку в своей машине, и аллилуйя, я сама со всем справилась, я делилась с вами тем, что в Польше не так много ручных моек, также в них очереди, это дорого, и мне самой неприятно, если я слишком долго езжу в грязной машине, опять же, с собакой, с детьми, это та еще задача. И вот такой пылесос, это не решение всех задач, однозначно, потому что это для такой детальной уборки, он чудесно собирает пыль, и где-то между сидениями, где-то там в дверном проеме, когда нужно что-то не только пропылесосить, но и выдуть. Вот с этой стороны вставляется эта насадка, такая трубочка. Это гениально! Мне хватает вот этого резервуара, то есть он полностью не заполняется, у меня все-таки неполный беспредел в машине, но мне не нужно постоянно чистить как-то фильтр, и я также всегда дополнительно использую Dyson уборки, или достаю большой пылесос, который там предназначен для террасы, ну он классный, Кершер, по-моему, у нас Керхер, все тоже называют по-разному, об этом можно долго дискутировать. А вот этот маленький пылесос для того, чтобы подстаканники пропылесосить, какие-то карманы дверные, бардачок и так далее для компьютера, для каких-то труднодоступных мест в доме, есть вот просто такая как бы мини-насадка, есть длинный носик с вот этой щеткой. Слушайте, это одна из самых крутых покупок на Алиэкспресс. Найдете брендовый, в принципе, берите какой угодно. Я люблю покопаться на Алиэкспрессе, что-то найти, поэтому тут выбирайте вы, я не настаиваю. Что за бренд, без понятия, у него есть несколько мощностей, он заряжается от обычного шнура USB, зарядки хватает для одной уборки, и нужно еще поинтересоваться фильтром, потому что наверняка его нужно будет как-то поменять со временем, но штука очень крутая, не незаменимая, но я не готова от нее отказываться. Она прям очень меня порадовала, и еще раз скажу, делает мою бытовую жизнь чуть приятнее и проще. Когда я впервые показала эту штуку, то некоторые даже насмехались надо мной, типа, а что, ты не используешь тряпки для уборки, и для сухой в том числе? Я, конечно, использую, но вот эта метелка со сменными насадками от бренда Swiffer, это не так критично, я потом увидела, что и в Лидле они есть, просто как-то польские блогеры нахваливали Swiffer, и я купила именно его. Я тоже поддаюсь влиянию рекламы или каких-то рекомендаций, поэтому купила его на Allegro. И чем отличается вот эта штука от обычной тряпки? Вот эта часть с насадкой, которая снимается, она со временем пачкается, и ее не имеет смысла стирать, потому что она именно наэлектризована, и таким образом она собирает пыль с любых поверхностей. И, конечно, это не что-то необходимое, что кардинально изменит ваш быт, но это облегчило мою уборку телевизора, например, когда нужно протереть какое-то зеркало, если оно не заляпано, а просто именно какая-то пыль. На телевизоре, на стеклянной лампе у нас по всему первому и второму этажу вот такие защитные панели на коридорах, на лестнице, и сверху собирается пыль. Можно сделать и влажную уборку, но порой после нее остаются разводы, и обычная тряпка, именно из-за отсутствия вот этого статичного напряжения, она не так хорошо собирает пыль. А вот эта штука работает отменно на каких-то люстрах стеклянных, на чем-то объемной, нестандартной формы. Для меня это просто гениальная находка, и они еще и есть с длинной ручкой для уборки каких-то сложно доступных поверхностей и предметов. Не настаиваю, но если вам было интересно мое мнение, если вы видели что-то такое даже в самых бюджетных магазинах, на том же Алике, не знаю, в Пепко не встречала, но в Лиле нечто похожее есть, их огромное количество. Если вам нравятся всякие там приспособления для уборки, то рекомендационно. Так как у нас вроде как наконец-то наступает настоящая весна, и я могу убрать все теплые свитера, верхнюю одежду. Хочется это все привести в приличный вид для того, чтобы в следующем сезоне я могла повторно носить любимые вещи. И я люблю не только вот что-то отнести в химчистку, что невозможно постирать. Конечно, я складываю в органайзеры только чистые вещи, грязным там нет места, я не понимаю, как это. Но еще и люблю пройтись машинкой от катышек, ну для того, чтобы потом этим всем не заморачиваться осенью и зимой, достать и сразу начать носить. Вот эта машинка от Xiaomi, наверное, не знаю, ей уже пару лет, я тоже покупала ее на Алиэкспресс. Она заряжается от USB-шнура, и тоже зарядки хватает для того, чтобы почистить, ну не прям 100 свитеров, но этого достаточно для того, чтобы убрать какие-то катышки, да, чтобы вещь выглядела буквально как новой. Можно покупать сменные ножи, если они износятся, и здесь такой небольшой резервуар, куда собираются катышки для небольших, не слишком объемных изделий. Это отличная вещь, она компактная, и никогда ничего мне не порезала, не затянула, не испортила. Вот таких машинок тоже много, они есть и ноунеймы. Опять же, выбирайте, какая нравится вам. Я еще помню те времена, когда я станком, с обычным лезвием чистила свитера, и, да, припоминаю себе еще эти случаи, когда я что-то портила. С вот такими машинками таких проблем нет. Если же вам нужно почистить какую-то объемную вещь или на верхней одежде, скажем, большие катышки, с которыми не способна справиться вот такая машинка, то тогда советую вам такой прибор, который я тоже покупала на Алике, и я им спасла наши огроменные шерстяные ковры, и сейчас как-то я не заметила, чтобы катышки образовались повторно, и моя машинка, не машинка, а там такая типа как пружинка, она очень хорошо все собирает, и хотелось бы, чтобы она была побольше, но тем не менее она супер кайфовая, и она пошла по рукам моих подруг, и мне нужно будет докупить новую для того, чтобы выручать саму себя тогда, когда образуются большие катышки и на больших вещах. Следующие две вещи — это крышки для кухни с небольшими оговорками и подсказками. Я не знаю, почему, наверное, лет 7, а то есть 10 я не использовала крышку для микроволновки. Это вообще как-то нелогично, потому что все разбрызгивается, и за каждым разом тебе приходится вытирать, как-то очищать микроволновку, или если не каждый раз, то хотя бы раз на какое-то время прям заняться генеральной уборкой микроволновки. У меня крышка из Икеи, и если бы я сейчас покупала новую, я взяла бы с ручкой, потому что она иногда нагревается, особенно если долго что-то там разогреваешь, и можно обжечься. Именно поэтому, если у вас до сих пор нет крышки, то советую купить именно с ручкой. Я видела красивые такие, светленькие, с белой ручкой, с цветными. Это то, что помогает поддерживать чистоту в микроволновке. Когда ты что-то жаришь, не тушишь, а именно жаришь, и хочешь, чтобы побыстрее испарилась жидкость, но при этом не заляпать все вокруг, то есть вот такие крышки с сеточкой. Особенно если я делаю что-то в томатном соусе, то это отменно работает. Но опять же, моя крышка из Икеи, и в ней зараза нагревается ручка. Я пару раз очень сильно обожгла пальцы, поэтому будьте осторожны, используйте какие-то прихватки, или же найдите другую и как-то проверьте, не будет ли нагреваться, можно проанализировать, может ситуацию прикинуть хотя бы, почитать какие-то отзывы, не будет ли нагреваться вот эта ручка, потому что это такой неприятный момент. Но тем не менее, я все равно постоянно использую ее во время готовки, и когда жаришь котлеты, тоже не хочешь, чтобы они как-то там запрели, тушились, хочется чего-то поджаренного, отбивные, то тогда вот такая крышка очень хорошо служит, и работает совершенно по-другому, чем обычная стеклянная. То, что я сейчас вам покажу, это не чисто блогерские гаджеты, это что-то, что пригодится вам и в отпуске, и во время каких-то семейных праздников, когда хочется сделать фотографию, и чтобы все были во весь рост, или нет, но чтобы все члены семьи, или вашего окружения, что-то, что вы хотите там запечатлеть, чтобы все присутствовали на одной фотографии. У нас вот часто было так, что один фотографирует, и его просто нет. И также я как блогер часто раньше в каких-то поездках просила мужа меня сфоткать, или детей. Это напрягает, это не всем нравится, и я тоже несколько иначе вижу кадр, поэтому мне гораздо проще сделать что-то со мной, и я должна признаться честно, что самые эффектные, самые мои любимые фотографии я сделала себе сама. О чем идет речь? Вы можете купить самый дешевый штатив, они есть вообще сразу с держателем для телефона, если вы привыкли фотографироваться на телефон. У меня штативы чуть подороже, по той причине, что я их постоянно куда-то ввожу, я их часто использую, и мне нужно что-то, что будет служить верой и правдой, и то периодически у меня они ломаются, и приходится их обновлять. И если вы выбираете какой-то штатив, то удостоверьтесь, что есть держатель для телефона, и опция сделать фото как вертикально, так и горизонтально. У меня именно такие. И самое крутое, это пульт. Пульт за 3 копейки, который работает по Bluetooth, который можно подключить к каждому телефону. Мой iPhone без проблем с ним коммуницирует, и вы также можете еще зажать здесь кнопку и снять видео, если оно вам необходимо на память, скажем, да. И таким образом я даже не пользуюсь таймером, я просто выставляю кадр так, как хочется мне, как нравится мне, делаю пробное фото, проверяю, и потом уже как-то там или сама пересаживаюсь, или меняю свое положение, какую-то позу принимаю, которая будет более выигрышной, удачной, которая нравится больше мне, и так далее. И у меня есть несколько таких пультов, потому что я люблю их потерять, они маленькие, и, ну, это то, без чего я, как блогер, не могу обойтись. Вот. И штатив, пульт вам в отпуск, в помощь, и вам не придется напрягать все свое окружение для того, чтобы оставить фото на память. Пару лет тому назад я купила себе вот такие формы, тоже от бренда Тефаль. В этом видео не будет никакой рекламы, это чисто совпадение и случайность, то, что я упоминаю, какой-то бренд чаще, чем остальные. Так вот, если вы покупаете круглую форму, то они зачастую именно с отстегивающимися вот этими бортиками, но когда я выпекала какие-то кексы, банановый хлеб, то зачастую его было как-то сложнее достать из формы без отстегивающихся вот этих краев. И также эта форма с тефлоновым покрытием и теоретически ничего не должно прилипать, можно совершенно не пользоваться бумагой для выпечки, но я все же как-то по привычке выкладываю бумагу на дно и потом только пристегиваю бортики. Если их смазать сливочным маслом, посыпать мангой или панировочными сухарями, то уж точно ничего не прилипнет. У меня была такая круглая, к сожалению, она испортилась не по моей вине, но если не мыть ее в посудомойке, как-то не тереть шершавыми губками, такими, знаете, железными вот этими, как они, ждирок по-польски, это, ну, такая, как вы поняли, то она прослужит долго верой и правдой. И это крайне удобно. Я не знаю, есть ли такие, вот именно такой формы у других брендов, но я думаю, если поинтересоваться, вписывая вообще форма для выпечки, вы беспроблемно делаете нечто такое. Также я делала сэмифредо, это как замороженный такой десерт итальянский. На моем канале есть рецепт, очень вкусная, очень красивая форма получается. если вы ищете такую, то советую покупать именно с отстегивающимися вот этими краями. В этом году я купила себе еще и квадратную форму со стеклянным дном и с силиконовыми бортиками, они также отстегиваются. Я уже пару раз делала здесь тортики без выпечки, также можно делать любой другой десерт или что-то запечь, не только заморозить, поставить в холодильник, она подходит и для запекания. Моя из Allegro, но опять же у бренда Duka, например, в Польше они есть только чуть другой формы, другого цвета и я уверена, что они присутствуют и в ассортименте каких-то других производителей. И очень здорово то, что это стеклянное дно, то есть отстегивая сам бортик, вы можете без проблем это подать на стол, это не будет выглядеть как-то странно. Если вы любите вот эти все моменты, замечаете, то я думаю, что вы ее оцените. И выливая сюда что-то жидкое, могу сказать, что конкретно эта форма ничего не пропускает, то есть ничего не выливается, как-то не вытекает, она недорогая, но пока что вот я ее использовала и я крайне довольна. Теперь переходим к такому модному блоку. Первое, о чем я хочу сказать, это пояса. я не знаю, почему я раньше их так недооценивала. Иногда они могут стать практичной вещью, которая просто подгонит ваши любимые брюки или джинсы, юбку, шорты, что угодно под вашу фигуру. А иногда они идеально дополняют образ, при этом не перегружая его. Моя любовь к поясам, к ремням началась с вот этого, который мне уже пора выбросить. Он из манго. Кстати, в манго очень часто можно найти какие-то недорогие, но зачастую не кожаные модели. То, что меня в нем привлекло, это пряжка. Она такая состаренная изначально, но сейчас она, конечно, изрядно подзатерлась. И он еще и длиннее, чем обычно. Мне нравится купить ремень именно длиннее для того, чтобы добавить несколько дырочек и потом носить его на талии, таким образом, подчеркивая его и создавая правильные пропорции. Или же где-то чуть ниже в джинсах со средней посадкой или в брюках. Как вы видите, мой ремень уже просто отжил свое и с ним мы прощаемся. Он развалился. Но у меня есть еще один. Этот из Zara. Он уже кожаный, тоже недорогой. Я покупала его где-то меньше, чем за 20 долларов. и он до сих пор в хорошем состоянии. Здесь такая крупная пряжка. Она и не золотая, и не серебристая. Поэтому я без проблем могу носить этот ремень как с золотыми, так и с серебряными аксессуарами, если для вас это имеет значение. Просто определитесь, какой именно цвет лучше дополнит ваш гардероб. Это может быть светлый, рыжий, какой-то цветной, если вам хочется делать именно цветные акценты. в ваших нарядах. Но те ремни, которые я ношу чаще всего, это вот этот из Zara. Также у меня есть два люксовых ремня, но это вовсе не имеет никакого значения. Вот этот Eves Saint Laurent я очень люблю. У меня модель пошире, их там есть несколько, и мне также пришлось добивать здесь несколько дырочек для того, чтобы носить его так, как я рассказывала ранее. Мне нравится то, что он и не слишком широкий, вот такой в сам раз, но при этом не тонкий, потому что иногда тонкие пояса не туда и не сюда, и наоборот делают меня еще больше визуально, чем я есть. Так что вот эта ширина где-то приблизительно 3 сантиметра, и именно эта кожа практичная, и мне нравится, как он выглядит в очень-очень многих аутфитах. ремень над покупкой которого на самом деле я думала больше всего, не знаю почему, не спрашивайте, потом, когда я выбирала себе подарок, я сказала, что ну пусть будет этот ремень, я определюсь, оставляю или нет, и слушайте, это просто гениально, потому что по факту это ремень два в одном, и сейчас я ношу его, но наверное чаще всего это гуччи, здесь такая увесистая пряжка, и она поворачивается, достаточно потянуть, я не сразу сообразила, как она работает, и она переворачивается, и сам ремень двухцветный, с одной стороны темно-коричневый, а со второй стороны тауповый с логотипами, так как говорю, что не обязательно это должен быть люксовый ремень, но если вы ищете что-то из этой категории, и ремень это не так дорого, как сумка, если вы интересовались, например, там гуччи или эвсен лоран, вот этими двумя, они очень часто встречаются на блогерах, на не знаю, каких-то медийных людях, да, то мне вот эти модели очень нравятся, и мне не хотелось бы, чтобы они исчезли из моей коллекции. Следующее мое открытие это джинсы от бренда, все произносят по-разному, левис или левайс, вы прекрасно знаете этот бренд, и речь идет о модели, модель 501 кроп, несмотря на то, что у меня плюс-минус более-менее стандартная фигура, и в той же заре я могу подобрать себе джинсы, но далеко не с первого раза, потому что некоторые модели мне узкие в бедрах, какие-то длинные, где-то они слишком свободно сидят, где-то слишком обтягивают, то цвет не такой, то потертости не хочется, то посадка не такая, слишком низкая, слишком высокая, и на самом деле выбрать джинсы это приблизительно то же самое, что и выбрать белье, хотя, казалось бы, проще простого, можно носить даже обычные топики, если нет каких-то специфических требований, так вот, я увидела на своей знакомой джинсы Левис или Левайс, и они были красивого голубого цвета, я узнала, что это за модель, модель 501 у меня именно кроп, и самый кайф состоит в том, что вы можете конкретно под себя подобрать ширину и длину, и очень здорово то, что у них есть еще и эти же модели из разного материала, или полностью катоновые, они дико дубовые, поэтому берите себе с таким вот, знаете, осознанием того, что если они без эластана, они на полразмера минимум растянутся, то есть брать сразу свободные не рекомендую, потому что они со временем начнут с вас спадать, стирать их тоже нужно определенным образом, выворачивая наизнанку и не в горячей воде, иначе вы в них не втеснетесь, у меня также есть одна модель с эластаном, и они еще больше разнашиваются, там чуть менее плотный джинс, и у них есть огромное количество цветов, на том же Золанду, например, можно найти разные цвета, разные ткани, и фирменных магазинах, я один раз пошла в фирменные магазины, если вы проживаете в Кракове или в Польше, то их фирменные магазины есть и в аутлетах, есть такой аутлет, называется Factory в Кракове, у них более приятные цены, у них в принципе дешевле, чем даже в их официальном онлайн магазине, и у них бывают классные акции, там при покупке двух вещей или двух пар джинсов, у вас приличная скидка, учитывая то, что изначально у них в принципе более выгодная цена, и я купила первые джинсы, мне настолько нравится цвет, это те джинсы, о которых вы тоже чаще всего спрашиваете, и мне нравится то, что они такие как бы слегка укороченные, то есть видна щиколотка, я также могу носить их с какими-то ботинками, при этом заправляя их как бы немножечко внутрь, и у меня есть несколько цветов этих джинсов, в общей сложности у меня уже три пары, джинсы несомненно нужно подбирать индивидуально, но если вы раньше покупали что-то по моим рекомендациям, какие-то вещи, и они сидят на вас так же, я не измеряюсь, я не знаю своих точных параметров, но вдруг кому-то нужна такая информация, я могу оставить в инфобоксе какой же у меня размер, потому что я сама уже не помню, но гляну обязательно на этикетке, джинсы отлично носятся, хорошо стираются, они стильно выглядят, это та базовая модель, которая мне нравится на мне, на моей подружке с моей двоюродной сестрой, мы покупали вместе, у нее просто другой размер, другая ткань, другая расцветка, но и они тоже настолько понравились, что она вернулась в Польшу и тоже купила себе еще одни такие же, только другого цвета, это те джинсы, которые я чаще всего ношу и с лодочками, и с конверсами, с кроссовками, и с рубашками, с футболками, с чем угодно, они так как-то хорошо, гармонично вписываются в мой гардероб, и это та модель, которая не слишком такая оверсайз, но при этом и не скини, они сидят свободно, но при этом не болтаются и тоже не обтягивают меня как какую-то сосиску. На сегодня это, пожалуй, все, все, о чем мне прям хотелось вам от души рассказать, возможно, даже что-то порекомендовать в этом выпуске, не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно ваша поддержка, и для меня это бесценная мотивация для того, чтобы снимать подобные видео. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.